Беседа о русской истории Столетия нашей Великой Революции в России 1917 года Сегодняшний гость нашей студии Кандидат исторических наук Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Петрович Решетников Сегодня он, кстати, возглавляет Фонд, исторический фонд Двуглавый Орел Здравствуйте, Леонид Петрович Добрый день Леонид Петрович, первый вопрос будет такой Вот что день сегодняшний Нам предлагает в оценке Этого великого события Как революция 1917 года Ну, я сразу должен сказать Что прошло сто лет А мы все еще спорим о революции Мы должны уже давно Четко и ясно понимать Всякая революция Это беда Беда для народа Беда для государства Она всегда заканчивается трагически Нет примеров в истории Любого государства Где революция Или попытка революции Или революционные движения Не заканчивались трагически Для страны Ну, конечно, исключаем Народно-освободительную Национально-освободительную борьбу Против колонизаторов И поэтому, когда мы говорим О революции Февраля, октября А это единый, на мой взгляд, процесс Мы должны исходить из этого Что Да, собственно, это моя оценка Оценка нашего президента Который сказал, что это была Национальная катастрофа И из этой катастрофы Мы выходим Очень долго И надо исходить из этого И оправдания революции быть не может Ну, никаких Конечно, любая революция Это катастрофа И тем не менее, видите, они происходят И тем не менее, это случается И случается И мы вот уже пережили 91-й год революции И помним, как это было Мы не будем подробно говорить Не было гражданской войны И избежали Массовых таких, конечно, убийств не было Большой крови не было Но все равно, конечно Говорят, история учит К сожалению, она ничему не учит Вот что Леонид Петрович, ну вот И возвращаясь к той великой революции Которая вообще перевернула С ног на голову Всю нашу российскую жизнь Весь наш российский уклад Все абсолютно перемешало Вызвало огромное кровопролитие Все-таки, с вашей точки зрения Ну, вот основные причины этой революции Началась Первая мировая война Которую требовала постоянно Притока в армию Населения Я сейчас говорю о тех факторах Которые сыграли свою роль Ну, и самый главный фактор На мой взгляд Самый главный фактор Если брать просто Ну, Россию Это Падение морально-нравственного уровня Общества, прежде всего И всего населения Конец 19-го века Ознаменовался тем, что Начался сильный процесс Отход от церкви От веры Люди перестали И исповедоваться И перечищаться Очень многие Во всяком случае Множество фактов Если почитать литературу Воспоминания О начале 20-го века Мы там увидим В армии были обязаны все Я уже забыл Сколько Или 4-3 раза Исповедоваться Пречищаться Обязательно За этим следили Это было организовано Обязательно Абсолютно И выходит указ Временного правительства О том, что Сейчас Только на добровольной основе Кто хочет И показатели По европейскому фронту Не по фронту Там в Турции По европейскому фронту Только 12% Остальные посчитали Ненужным Это им не надо Причем Момент-то какой Падение монархии Переворот Они посчитали Что им это не нужно Солдат Немножко побольше Ну немного Я сейчас цифру не помню Но это Не больше 15% Вы понимаете Какое состояние было И вот Это Создавало Очень Хорошую Питательную базу Для Разных Радикальных Экстремистских Идей Радикальных Идей Это вот Наши внутренние Проблемы Да Основные На мой взгляд А И была Огромная проблема Надо было Останавливать Развитие Российской Империи Надо было Обязательно Сделать так Чтобы она не Врывалась Вперед Это Конкурентная Борьба И Предпринимались Усилия Чтобы Остановить Российскую Империю В своем Развитии Да Нас втянули В русско-японскую Войну Нас же втянули Нас втянули В Первую Мировую Войну Да Благородный Поступок Государя Защита Сербии Сербия Нам до сих пор Благодарны Ставят памятник Государя Памятник Государя Второго Строят церкви Почитают Да Но нас втянули Всеми силами Втянули В Первую Мировую Войну Чтобы Остановить Продвижение России Мы могли В нее Не вступать Если Быть Прагматично Подлым То Может быть К примеру К примеру Но все-таки Ради спасения Народа И страны Но Германия Все-таки Была настроена Очень агрессивно И может быть Эта Прагматичность И подлость Не спасла бы нас Вы знаете Я пример приведу Из другого периода Мы Советский Союз Подписал договор О дружбе И помощи С Югославией В сороковом году Да А когда немцы Напали Мы сделали вид На Югославию Что такого договора нет Мы сделали вид Что и бомбежки Не было в 90-е годы Американцами Ну вот Сделали вид Что такого договора нет И даже потребовали Что вообще подло В течение там суток Или двух суток Югославскому посольству Покинуть территорию СССР Такое случается Наказание Все равно состоялось Буквально через полгода Нападение на нас Это не спасло нас Но эта подлость осталась Она и в памяти осталась У многих людей Поэтому Избежать войны Ну Германия Решилась воевать Объявила войну Россию Объявила войну Россию Тут уже никуда Какие бы уступки Не делала Государь Уже избежать Наверное Было Но вот кстати Ведь перед этим Государь Николай Второй Он же объявил Всеобщую мобилизацию И Шаг Кайзера Последовал Именно за этим Шагом Николая Нет-нет Немцы первые Объявили мобилизацию Мы объявили Частичную мобилизацию Частичную Потом Немцы объявили Полную Мы вслед за ним Тоже объявили Полную мобилизацию Во всяком случае Одним из главных Факторов Революции Стало Внешнее вмешательство Но оно тоже Своеобразное Это Внешнее вмешательство Это подготовка Устранение Ослабление России Раскола России Это длительный Очень процесс Он Шел Весь 19 век Все попытки Переворотов Так или иначе Были связаны С внешними Факторами Начиная с убийства Павла I Восстание Декабристов 1905 год Революция 1905 года Кто же так активно Вторгался В наши Национальные Интересы Но вторгались Потому что Опять хочу сказать Российская империя Это вообще-то Не государство Было Это цивилизация Мы Представляли Альтернативу Западному миру Глобалистскому миру Уже тогда Глобалистскому миру Как православная Все-таки Цивилизация Как православная Да Восточно-православная Цивилизация И Мы Представляли Такую Альтернативу И Не просто В духовном Не только В экономическом Просто В экономическом Смысле Мы сильно Развивались Пошло Развитие Но И самое главное В духовном Мы были Инакий И Мы Это Нас Это не устраивало Все время Не устраивало Вообще-то С Ивана Грозного Но неважно Мы так далеко Не пойдем сейчас И Эти силы Кого мы раздражали Прежде всего Ну мы Прежде всего Раздражали Англию Соединенные Штаты Америки Те Транснациональные Закулисные Силы Которые Руководили Этими Странами Мы Очень сильно Их раздражали Это с каких Времен Они стали Так сильно Раздражаться Закулисные Эти Ну Смотрите Ну мы Можем углубляться Очень далеко Ну а если 19 век Брать Ну посмотрите Крымская война Это середина Да Ну она возникла Повод говорят Формальный Неформальный Повод Ключи от гроба Господня Да Мы Выступили Защитниками Православия Чтобы ключи от гроба Господня Находились В руках Иерусалимской Патриархии Да И мы Можно сказать Это вот Оправдываемся Нет Это реальный повод Мы защищали Интересы Православной Цивилизации По всему миру И Кто объединился Османская Турция Англия Франция Да Чтобы остановить Опять Россию В общем Ваша мысль Понятна Посмотрите Русско-турецкая война Великий духовный Подвиг нашего народа Освобождение Болгарии От османского Ига Да Мы Дошли К Константинополе Остановились Потому что Эскадра Английская Вошла В бухту Золотой рог И нам был Перенан ультиматум Если вы Займете Константинополь То Будем воевать С вами Англичане Нам это говорят Да Чтобы остановить Опять нас Мы Граф Игнатьев Подписывает Договор о создании Большой Болгарии Собирается Берлинский конгресс И все Наваливаются На нас Мы же не Присоединяем Болгарию К себе Нет Мы создаем Болгарию В границах Болгароговорящего Населения И они Принимают Решение Оказывают Мощнейшее Давление На нас И от этой Болгарии Остается Небольшой Кусочек И так Постоянно Из истории Только 19 века Можно привести Массу фактов Как они Постоянно Пытались Остановить 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 Развитие Российской империи И уже Татьяна Поняли К концу Начале 20 века Что просто Так уже Остановить Надо серьезно Работать Вот эти Внешние силы Готовились Заранее И Та сеть Которая Сложилась Начала Складываться Сразу После первой Революции 1905 года Сеть Многие Называют Масонской Может быть Там действительно Главную роль Играли Масонские Ложи А может быть Тайные ордена Тайные организации Группы Заговорщиков Известное Имя Парвуса Широко Но вы знаете Что почти Все члены Временного Правительства Были членами Верховного Совета России Масонской Ложи Им долго писали Что только Милюков Не был Но года Четыре назад Был опубликован Документ Что он действительно Не был А был Смотрящим От Великого Востока Франции Он был Более Высокого уровня Но тем не менее Они не хотели Революции Ведь они Все были Потом На самом Последнем Этапе Против Революции Как таковой Ну Они хотели Переворота Они хотели Устранение Монархии Они хотели Устранение Монарха Самодержавия Как такового Ну да Монархии Они хотели Республиканского Правления Абсолютной Монархии Они не хотели Они может быть Хотели Конституционной У нас не было Абсолютной Монархии У нас была Самодержавная Монархия Это очень Большое Отличие От абсолютной Монархии Франции Например У нас Монархия Была связана Очень сильными Морально-нравственными Религиозными Ограничениями И до Абсолюта Дойти Просто не могло Да Мешало Вера Православная Поэтому Сеть Была Создана Сеть Очень Серьезная Затянуто Туда Очень много Людей А почему Они туда Шли Да потому Что Вот Отход От веры Отход От церкви Отход От Бога Это Очень Модно Красиво Им Казалось Республика Многие Побывали Хоть Один Раз Кто Карл Абаде Кто В Баден Бадене Кто В Мариин Баде Кто В Ницце Многие Побывали Наши Велики Все Лезли Ну Гоголь Тоже Не влезал Из-за Границы Однако Это был Глубоко Русский Православнейший Человек Не Вошедший Ни в одну Ложку Не все Не все Но Но Очень Многие Самое Главное Что Стали Работать В армии Ведь Что Такое Вот Эта Сеть Они На Публике Могут Быть Врагами Могут Обвинять Друг Друга В чем Угодно Но В своем Корпоративном Объединении Они Очень Близки Они Не проявляют Одну Задачу Но На сцене Они Совершенно Разные Люди Понятно Понятно Леонид Петрович Поэтому Вот этот Фактор Не надо Забывать Не надо Да Не надо Его Скидывать Со счетов Нет Он Не только Со счетов Он Ну Представляете Один из Главных Как Можно Отрицать Этот Фактор Когда Ленис С соратниками Во время Войны Через Враждебную Страну Пропускается В России Ну Он Пропускается Его Не могла Пустить Ни Англия Ни Швеция Его Пустила Германия Специально В этом Пломбированном Вагоне Чтобы он Не имел Контактов Ну Не важно Они Запускают Его В России С одной Целью Чтобы он Расшатывал Власть Чтобы он Работал Против Власти Ну Он Готовился Лет 10-15 До этого К этому К революции Готовился Да Но его Пропускает Воюющая Сторона Ну Потому Это было Невероятно Выгодно Воюющей Стороне И в этом Смысле Интересы И Ленина И Германии Совпали То есть Для него Это было Выгодно И для них Это было Крайне Выгодно Поэтому Они в этом Сошлись Значит В любом Случае Получалось Что он Работал На Интересы Сработал На Их Интересы В интересах Своих Как фанатик Этой революции А в летом Но он не принадлежал Масонской Ложе Сейчас Нет информации Вообще Мало Сведений Кто Кому Принадлежал Ну есть Три-четыре Десятка Фамилий Которые известны Кто-то в своих Мемуарах Но много это Открылось В нашем Многое Открылось Я могу сказать Что точно Известно Что такие Большевики Известные Как Скворцов Степанов Середа Которые были Наркомами Потом Советской Россией Они принадлежали Они состояли В масонских Ложах Были связными Между левыми И Этими Буржуазными Демократами Это Такая Затягивает Многих И все-таки Смотрите Ну Империя Просуществовала 300 лет Романовы Просуществовали 300 лет И Так или иначе Держали эту территорию Так или иначе Они Государство Существовало Государство Процветало И как же так Произошло Что Что вынудило Государь-император Николая Второго В том Злополучном Вагоне На станции Дно Передать Правление В руки Своего Младшего Брата И Все-таки Подписать Этот Ужасный Акт Ну Мы подошли К заговору Заговор Был настоящий Главную роль Играли военные Генерал Алексеев Правая рука Государя Благодетельственным Им Генерал Русский Генерал Эверт Генерал Брусилов Это же самое Ближайшее Окружение Ближайшее Окружение Которому Государь верил Смотрите Опять же Главная причина И которые Ему Служили Беспрекословно Многие Многие Годы Не могло Такого быть Что они Многие Годы Ему Врали Почему Ну Очень Естественно Это были Русские офицеры Генералы Русские офицеры Кость Голубая Кровь Ну Как втягивается Человек Вот в такие Тайные Заговоры Значит Срабатывает Какая-то Червоточина Или Амбиция Хочется Стать Еще Большим Или Какая-то Компрометирующая История Сразу У всех Ну Вот Их втянули В эти ложи Да В эти Организации В эти Тайные Группы Есть сведения Что эти генералы Состояли в каких-то Ложах Ну Есть сведения О том Что была Военная ложа Да Пофамильно Очень трудно Определить Конечно Документы Не сохранились Пока сокрыты Да Может их уже и нет Может они уничтожены Но то что Координация И взаимодействие У них С Людьми Типа Гучкова Милюкова Была Это тоже очевидно И Действовали они Определенные группы Не все Если вот так говорить То получается Что Тогда должны Все Генералы Быть против Нет Была группа Она сидела На очень важных местах А как происходило Смещение Никиты Сергеевича Хрущева Как происходило Смещение Берии Это же свои соратники С которыми Только что Чай пили Ну смотрите Это был действительно Заговор Заговорщики Понимали Если они Не добиваются Успеха Так Их ждет Виселица Потому что Это происходит Во время войны Это попытка Насильственного Смещения Правителя Государя Это же насильственное Смещение Человек Но они же ему Просто предложили Они сказали Что Мы не знаем Что они предложили Я опять повторяю То что говорит Шульгин Там Гучков Это они приехали Уже потом Они не играли Главные роли Главные роли Играли военные Они его Заманили В Ставку Потом Сделали так Что он оказался На станции Дно Арестовали Практически Он был без связи Без конвоя Отправили Сопровождающего Знаменитого Конвоя Казачьего Он был Один В этом вагоне Было 2-3 человека Его близких Помощника Но нигде нет Сведений Что он был арестован Слово не произносится Арестован Он был изолирован Он не мог выйти оттуда У него не было Телеграмной связи Ни с кем Все происходило Под руководством Генерала Русского Вот Он Он Трамбовал Прессинговал Царя В течение 7-8 часов Что он там говорил Никто не знает То есть Русский был Тогда Ближе всех К государю Русский Ему было видно Поручено Кстати Ему обещали Что он будет Диктатором Пообещали Алексееву А потом Пообещали русскому Ни тот ни другой Не стал Где-то документально Есть Да есть Я хочу Предложить всем Читать книгу Петра Мультотули Заговор Петра Валентиновича Мультотули Заговор генералов Там много документальных Фактов Цитат Ссылок на архивные Документы Но нету Ни записей Что Как Какие Аргументы Были У этого Генерала Русского У них не было Татьяна Другого выхода Им надо было Любой ценой Ну как угодно Или тогда Инсценировать Крушение поезда И смерти Императора Потому что Если он не соглашается Если они его Что тогда с ним Должны делать Ну вот что делать Если он не соглашается Остается государем Он должен был Отдать их В военно-полевой суд Они говорили Что все Командующие фронтов Требуют то же самое Что армия вам Не причиняется Что Ну они же Не давали ему Возможность Связаться с армией Они же ему Не давали Возможность Связаться С отдельными Командирами Вот в чем дело Это же Я опять говорю Это заговор Это Это Сразу же Трибунал И суд То есть в понимании Военного человека Это однозначно Это в понимании Любого должного человека Это бунт Это бунт Во время войны Это нанесение Удара в спину Это свержение Главнокомандующего В армии Это недопустимо Вообще Критиковать Высшестоящего Офицера Они его и не критиковали Они не только не критиковали Они требовали Чтобы он Нарушил Свой священный долг Ушел Бросил армию Они его уговаривали Уговаривали Ну конечно Они не били его Конечно Они его не били Но я думаю Что список угроз Был огромный И они не били его И он Все таки Несмотря на все Он предпринял Очень Такой маневр Они разгадали его Конечно Он согласился Подписал Какую-то Жеванную бумажку На ходу Сочиненную Карандашом Отречение В пользу Передачи власти Михаилу Что по законам Российской империи Был абсурдом Они догадались Этот ход Он подписывает Он надеялся Получить хоть какую-то Свободу Какое-то время выиграть Выиграть время И выбраться И тогда уже С Михаилом ли Без Михаила Он тогда бы Что-то мог Принять Опереться на Тех верных Ему Офицеров И Армию И Предпринять И навести порядок Он делает Но они разгадывают Они сразу же Моментально Наваливаются На Михаила Да Мы тоже не знаем Как это прошло Почему он сказал Какая там была риторика Риторика О чем говорили Но В принципе Михаил понимал Что это Противоречит законам Российской империи Такая передача И он сразу же Говорит Да Отложим до Учительного собрания Там решим Тогда Николай Второй Делает Последний ход Последнюю попытку Он пишет Алексееву Нет Я передумал Давайте Я отрекаюсь В пользу Алексея Сына своего Так Без претензий На лидерство Но это уже Было в рамках Да Это уже было в рамках Престолма Алексеев Прячет эту телеграмму Хотя она есть Она есть Алексеев Ее никому Не сообщает И что это Документально Тоже существует Мы вообще Должны Исключить Мы Особенно люди Православные Верующие Слово Отречения Это было Свержение Путем Заговора Самое Настоящее Свержение Путем Заговора И что интересно До 27 26 Года 1926 27 Года Даже Большевики Термин Отречения Не употребляли Употребляли Фразу Свержение Монархии Свержение Отречение Видно Додумались Подсказали Слово Свержение Явно Неконституционный Акт И тогда Получается Все нелегитимно И чтобы Придать Какую-то Легитимность Всем событиям Последующим Значит Ввели это Слово Отречение Что Он сам Отрекся Мы тут Ни при чем Мы должны Уже История И ее исследование Серьезно Относиться Можно прочитать Целый ряд Работ И Александра Николаевича Баханова И Петра Валентиновича Мульта Тули И других Других Авторов Их десятки Которые Четко Ясно Показывает Как работал Этот механизм Заговора Как Как он Сработал И это Был Татьяна Это был Очень продуманный Акт Но не со стороны Алексеева Котону Тлюнул на Диктаторство И ему Не дали его И не со стороны Корнилова Или там Русского Этот акт Был продуман Далеко За пределами России Попытка Остановить Россию Прямой Атакой Она провалилась Прямой Атакой И они Правильно Рассчитали Мы Выдергиваем Стержень На котором Все держится Монарха И монархию Вообще И все Само По себе Разрушится Леонид Петрович Давайте Мы Вот Именно На этом Этапе Революции Прервемся И Закончим Все-таки Сегодняшнюю Беседу Вот Именно Таким Небольшим Отрезочком Самых Тех Страшных Революционных Событий А в следующей Программе Мы Продолжим Наш Разговор На эту Тему Ну Скажем так Что не очень Радостно И не очень Радостно Было Говорить Обо всем Об этом И тем не менее Это наша История Это Взгляд Человека Который Очень много Изучал Эту историю И Многое Понял В этом Процессе А мы Напоминаем Вам Федерации Кандидат Исторических Наук Сегодня Возглавляющий Фонд Двуглавый Орел Леонид Петрович Решетников До новых Встреч